Друзья, здравствуйте! Канал эстетической красоты и психологического здоровья снова с вами. Сегодня мы проведем процедуру по лицу. Процедура будет называться глубокая биоревитализация. Как раз для тех женщин, которые не любят инъекции, но хотят, чтобы их кожа также выглядела увлажненной, молодой, как раз подойдет эта процедура от фабримарин. Начинаем мы, конечно, с очищения. Очищение у нас будет сегодня по молочку. Небольшое количество молочка. Согреваем в руках, наносим по массажным линиям. Очень приятный запах. Процедура. Несколько секунд, работаем и потом естественно удаляем молочко. Добавляем молочко. Удаляем молочко потихонечку. И будем после молочка применять уже тоник для того, чтобы наши дальнейшие средства как можно глубже проникли. Можно на клиента наносить. На самом деле по опыту не очень приятно, когда из такого вот дозатора разбрызгиваешь на клиента тоник. Я предпочитаю нанести на ватный диск, потому что он уже согревается в руках и клиенту уже будет приятно. Тоник уже будет теплый. После тоника мы будем наносить специальный гель очищающий. Тоник удаляет остатки молочка. Все-таки микрочастички остаются очищающего средства. Поэтому всегда после очищения мы применяем тоник. Такой уникальный гель от фабримарин с небольшим процентом гликолевой кислоты. Он будет очень хорошо очищать нашу кожу и будет оказывать лифтинг. Потому что давно известно, что гликолевая кислота и все АХ кислоты оказывают достаточно хороший лифтинг. То есть молочная больше увлажняет, миндальная работает на какие-то другие проблемы, на жирную кожу, а вот здесь гликолевая. То есть мы увидим мощный лифтинг эффект. Наносим около 2 мл геля для хорошего лифтинга, для увлажнения. Эта программа содержит очень много, большое количество экстрактов различных водорослей. содержит фитоэстрогены, то есть это такие гормоноподобные вещества растительного происхождения, которые активизируют нашу кожу, которые не дают ей увядать, возвращают ей молодость, работают на клеточном уровне. Поэтому это аналог инъекционной биоревитализации. И для тех, кто боится уколов, приглашаем на такую процедуру гель. А может ощущаться легкое пощипывание, как вы чувствуете? Да, есть. Большое. То есть этот гель не требует нейтрализатора, можно поработать массажными движениями. То есть усилить действие геля, так как гликолевая кислота дает хороший лифтинг. Мы еще усиливаем действие гликолевой кислоты лифтингами и движениями. То есть движения работают на лифтинг. Обязательно фиксируем кожу, не даем образовываться складочкам около глаз. Гель уже начинает впитываться. В принципе, можно его немножко еще увлажнить для лучшего скольжения. Также можно водичкой просто или тоником увлажнять. Пощипывание обычно длится около минутки-полторы. Оно сейчас уже должно проходить. Есть такое ощущение, что уже проходит. Так происходит, потому что небольшой процент кислоты. Этот гель также работает на уменьшение пигментации, если его применять в курсовом режиме. Также он будет омолаживать, уменьшать мелкие морщинки, увлажнять глубоко, как любая альфа-гидроксикислота. Снимаем гель с гликолевой кислотой. Подготавливаем лицо к тонизации и к нанесению сыворотки. Теперь наносим тоник. Очень приятный аромат. Согреваем он чуть-чуть в руках и наносим на все лицо, на зону глаз. Подготавливаем лицо к нанесению сыворотки. И потом берем небольшое количество сыворотки. Биоревитализация, чтобы эффект длился несколько дней. Зона глаз обязательно, потому что здесь находятся мелкие морщинки. Мы все знаем, что мелкие морщинки – это следствие обезвоживания кожи и нарушения функционального обновления клеток. Для этого как раз мы использовали гель с гликолевой кислотой, чтобы запустить процессы обновления. И сейчас мы уже наносим максимально увлажняющую сыворотку. Он дает такой легкий мерцающий эффект. После сыворотки мы наносим крем ночной, по которому мы будем выполнять массаж. Он является и массажным кремом. Согреваем обязательно в руках. Не забываем про зону декольте, очень нежная текстура, крем легко впитывается, можно нанести также на губы, попитать губы. Выполняем легкий массаж. Тот, который мы знаем, который мы умеем уже выполнять. Достаточно легкая нежная текстура, очень хорошо распределяется по лицу. Как вам запах? Приятный? Очень приятный, ваниль, по-моему, да. Такая легкая сладость, ваниль, но очень легкий. Легкие лимфодренажи сделаем под глазками. Когда клиент встает, на что он обращает сразу внимание? На зону глаз и на линию подбородка. Поэтому с этими зонами, если вы поработаете хорошо, то клиент сразу заметит эффект. Естественно, от процедуры. И уже от легкого лимфодренажного массажа. Не больно? Нет. Хорошо. После этого легкого массажа у нас будет альгинатная маска. То есть мы ничего не будем смывать влажными салфетками. И нанесем уже на крем альгинатную маску. И в то время как у нас клиент будет находиться в этой альгинатной маске, мы можем проработать затылочные бугры, зону головы. Чтобы не бросать клиента, чтобы он чувствовал нашу заботу. Смешиваем альгинат очень быстро, потому что он должен у нас застыть. На самом деле везде разные альгинаты. Где-то они быстрее застывают, где-то медленнее. Здесь тоже альгинат насыщен водорослями. Очень много видов. Многие думают, что альгинат – это профессиональная процедура. Но на самом деле ее можно также в профессиональную косметику использовать и дома. И некоторые уже клиенты приноровились. Мастера-то не все приноровились, а клиенты уже лучше, чем мастера дома работают. Мне действительно рассказывают многие мои клиентки, что… Здесь мы немного жидкий развели альгинат. Поэтому нужно его сейчас будет контролировать, чтобы он никуда не затек, не стекал. Сейчас мы подождем, чтобы он немножко стал погуще. Боюсь пока его наносить на зону глаз, потому что он достаточно жидкий. Продолжаем. Зона глаз. Наносим вниз. Раз. И все. Глаза нет. Глаз под альгинатом. У нас уже начинает застывать быстро. Глаза. С другой стороны. Глаза. Глаза. Тоже для того, чтобы они увлажнились. Глаза не супер красиво получилось, но так как мы работаем с С этим альгинатом они все разные первый раз, поэтому уж простите нас за такой эстетический вид. Но лицо мы все закрыли и альгинат подействует. Вот он уже все схватился полностью. Снимаем маску. Минут 10 вообще для альгинатов это норма. Можно побольше, смотря что мы хотим. То есть если мы во время маски еще делаем массаж, то конечно можно и побольше, 15 минут подержать. Что дает маска альгинатная, она дает более глубокое проникновение всех средств, которые были нанесены до этой маски. Она насыщена альгиновой кислотой, которая находится в водорослях, которая мощно увлажняет, дает ревитализирующий эффект. Все равно сейчас мы должны остатки уже теплыми полотенцами снять, протонизировать кожу и нанести уже завершение. Уже видно, как цвет кожи преобразился, тон выровнялся. Возьму сейчас платные диски. Возьму сейчас платные диски. Протонизируем кожу. Протонизируем кожу. Протонизируем кожу. Протонизируем кожу. Протонизируем кожу. И наносим ультралегкий дневной крем, совсем небольшое количество, как завершающий уход. Крем уже с SPF-защитой. Этот крем можно использовать для зоны вокруг глаз. Не нужно покупать дополнительное какое-то средство, это очень удобно. Наша процедура от фабримарин, биоревитализация подошла к концу. Так что, если вы хотите увидеть еще какие-то уходы, пишите нам, что за уходы вы хотите увидеть. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки. До встречи!